клуб дилетантов это интуитивная интеллектуальная викторина по правилам клуба участникам задается вопрос ответом на который всегда является число если участник ближе всех правильному ответу он получает один балл если дальше всех наказание дилетанта профессии это было чётенько вообще похлопайте себе и мы начнем привет привет ну привет ну привет ну привет бонжур коман сава сэлэ шоу доля клуб дилетанта что-то задет дед проснулся немного немецкого немного французского и немного дурацкого потому что это клуб дилетантов тут знания дурачок нафиг не важны тут главное это удача и умение пообщаться в раундах услышать какие-то мысли друг от друга подчеркнуть какие-то знания то есть мы приходим сюда дилетантами а уходим профессии и сегодня в выпуске клуба дилетантов это ну очень важный выпуск клуба дилетантов потому что к нам сегодня пришли очень важные для меня люди мы давайте пошумим николай будет классный выпуск вы не ошиблись что включили его ну как говорится коля зрянов амбассадор классных подводок и подпивок погнали а по для николая и по правой руке от меня находится человек которого кто-то называет владимир кто-то называет шумко кто-то называет владимир николаевич для меня он мачуча мачуча если мы приходим в театр то у нас в ряду места идут один два три четыре пять по порядку в китае же наоборот по центру один справа два слева три справа четыре и вот так вот поэтому я буду объявлять следующего участника андрей почувствую себя как дома андрей человек но которого невозможно узнать когда он в панамке не а подожди человек которого невозможно не узнать когда он в панамке нормально было и так олег колу спасибо что доехал остальным я спасибо буду не буду говорить потому что вы и так тут бомжуете постоянно в целом что есть такой человек я охренел у олега тебе спасибо я охренел спасибо коля я охренел я когда зашел я вообще ну калуш на слуху очень сильно очень сильно разрывать чарт постоянно постоянно мелькает это кепка постоянно разный флоу разная читка ну очень крутой рэпер я охренел насколько у тебя много просмотров я ставил вот я сам сыграл в клуб дилетантов сегодня и подумал сколько у тебя может быть просмотров думал ну 0 ляма 2 у чувака там по 9 на одном даже на одном видосе у тебя был фит там что-то 16 по-моему лямов у тебя наиболее больше 10 но типа вы як меряете вот например в месяц я может я такая статистика в месяц сколько типа зи всех видосов на канале то нас 12 12 в месяц до речи скористуюсь моментом подписывайтесь на youtube калуша тикток калуша инсту калуша возможно сегодня работе клабхаус калуша я единый кто что его ведет а что ты делаешь в клабхаусе ну там что говорят хочешь побыть один иногда иногда нужно побыть одному наедине написать песни у меня кстати тикток выходит кто вот сейчас смотрит youtube завтра выходит мой тикток в 19.00 очень классный скетч либо танец еще в разработке ты же понимаешь этот выпуск выйдет через месяц вот я вот этот день и выложите тикток о как у тебя четко график наложен давайте все подпишемся на колин тикток потому что там очень ребята за что мы сегодня сражаемся она я не сражаюсь сражаетесь вы вчетвером сегодня есть подарочек для победителя и это робот робот показали а были он может убирать он может мыть полы даже стали сосать пыль сосать лизать пол помирить женой если поссорились помирить женой если поссорились он может убирать пока вы в любой стране мира но и вы на телефоне даже можете за ним следить как он убирает у вас дома он отмывает даже старые пятна и его нам предоставил цитрус а цитрусом дом станет интереснее и так классно рассказываешь продолжай а еще а еще сюда этот пылесос можно положить суши и получится роба рок-н-ролл я пытался я пытался вы же помните о чем в начале говорили итак ребята смотрите шо с цитрусом дом станет знаете почему веселее и интереснее почему а потому что в цитрусе вы найдете много много гаджетов которые улучшат вашу жизнь и сделают ее намного проще даже инспектора инспектор гаджет не надо не на это было плохо я сам знаю я ошибаюсь все мы люди не надо итак ребята если вы готовы а я готов то подождите я не чувствую что вы готовы зал готов зал готов зритель готов зритель готов ребята вы готовы нет это был робот пиздались за тоже на цитрусе можете найти и так ребята давайте перейдем к первому раунду да поехали наказание первом раунде сейчас определит сама фортуна сама удача ее величество случай что 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 очень честно шоу наказание в первом раунде называется осанка внесите пожалуйста реквизит вас там в столе что это вас же в детстве пиздили да книга отец бросал эти вопросы трогал отчим до клинусь книжкой меня били в моей семье в детстве меня просили ходить ровно и для этого для того чтобы если ровно на ровно шоу педи ходи ровно очень узкие комнаты и боком проходил наказание первом раунде следующее на протяжении всего следующего раунда проигравший участник берет книжки и должен будет с красивой осанкой с книжками на голове просидеть так целый раунд давайте отрывать шанса а если упала ну одна книжка вам нужно с хорошей осанкой просидеть весь раунд почему так тихо в зале нет 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 вы не поняли я объясняю почему так тихо потому что это не все наказание а вот человечек если вдруг из скривиться или упадет книжечка то я как настоящий отец любящий буду его бить шокером спасибо большое я скучал добро пожаловать обратно а почему из всех участников только в один специально подстриглись чтобы вам было удобно носить книгу на я помню как я проебываю с ответами в шоу когда меня накрасили помнишь ссылка я готовлюсь на всякий случай ко всем наказаниям и так вам можно вопрос они легко одна может или одна тоже тяжел коль хочешь тебе будет не 1 1 1 итак ребята вопрос в раунде по номером один нужно написать какое-то число и так начнем со сложного ли с простого самую с кайфом с кайфом вопрос давайте вопрос с кайфом хорошо как часто вы будете на концертах постоянно на больших вот так чтобы большой какой самый большой концерт вы посещали стадион это стадион так на мозге ходим так стадион это когда дебаты на дебаты порошенко зеленского тут еще конце сколько человек присутствовала на самом масштабном концерте за всю историю концерта а вот нас на сегодняшний день рекорд какой составляет сколько человек присутствует один раз коля белку словил такой концерт устроил там было много людей но в моих глазах он словил белку нарядил ее в платье это же я знаю ответ это все я знаю ответ потому что это же с этого фильма про фредди меркьюри вот этот где он финале пел сколько нам да да полный вэмбли а я знаю что вэмбли вмещает хуй скажу вам сколько коль можешь начинать писать для всех менее уверенный факт что этот для всех менее уверенных участников этого шоу я сообщу самый большой на сегодняшний день концерт в мире его собрал выдающийся соул музыкант рот стюарт рот стюарт да так за соль его 31 декабря до это сольный концерт 31 декабря 1994 года в рио де жанейро вот он поставил рекорд который до сих пор не побит 31 декабря может люди просто праздновали новый год новый год а он просто вы я выставлю для вас на елке с микрофоном поющий вилл главной бичи людей на сольнику да вот это был сольный концерт олег сколько новогоднюю учатся в новогодний вечер бляну заработаю в новых даты но у нас максимум 17 тысяч было ибо дно козловский о вашем дне мечтает ребята не ну да но сейчас цифра я думаю шоу тип рио де жанейро побольше точно сыграл ну давай подскажу в два раза точно точно в два раз у него знаменитая песня wednesday or sunday вот это apple juice это знает песню рода стюарта apple juice but something now can't be fleets and embo вот это его можешь на колонке а мы по правам попадем не надо до 30 секунд к на я самые известные песни как это может мышка поет рот стюарта литлоу конечно и это только его рота прикидешь он целиком соберет 30 секунд засекаем ребят представляете самый большой в мире концерт вот под это вот под это а это был разъем парочки там все или вот такой бэнгер еще есть он по моему только учился играть на гитаре когда знаешь научился только одну струну да мы выглядим сейчас ужасно люди которые не знают музыканта который собрал самая большая карьера он долбоеб я его рот стюарна урод стюарна у него есть фиты с этим как его который неймаром который полис за полис за полис за полис за полис потап стинг молодцы коля поменяйся местами с человеком он возможно он выиграет выиграет робот-пылесос стингом у него есть не только со стингом дофига фиту он очень известный соул музыкант за полис за полис стинг он жаловался классная руководительница что он за полис вот почему ты молчишь периодами сидит выдумывать шутку на зе полис можете пообщаться как-то да валер сколько ты вот так вот на раз видел больше всего людей тысяч сто сто видел я просто выходил в концерте монатик нет в умане там сто тысяч населения я выходил на балкон и вся ума а когда хасиды приехали сто тридцать тысяч видел тогда сто тридцать тысяч это у вовы тогда белый дым вышел с это и папа мой вышел на балкон о я начну с красивых цифр я не скажу с каких ты просто будешь красиво их рисовать и но это по факту красивые огромная просьба не пишите римскими я их не знаю ну смысле эти научу научи смотри галочка это 5 так любочка на счет три вы показываете свои ответы раз два три николай сколько сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят семь тысяч считает владимир олег считает 410 тысяч и андрей считает 300 тысяч человек и так рот стюарт его человек который играет на гитаре и все кайфуют собрал в рио-де-жанейро 12 декабря на свой концерт этого год 1000 не на 100 декабря 1994 года он собрал три с половиной миллиона человек три с половиной миллиона человек было на этом концерт это это не сто пятьдесят до тысяч триста три с половиной миллиона это тупо киев но практически почти киев без дарниц без лесной просто если вышел весь киев и дарница такая шо а где все а где вообще можно собрать три с половиной миллиона в городе вот так в одной точке там просто в одной точке люди ходили по городу пели это мои песни там просто карнавал это мои пою сейчас мои сейчас пою песню этот рекорд еще никто не побил и он действительно зафиксирован в книге рекордов еще есть выйдет побью еще три с половиной ближе всех был владимир шумков он получает один балл дальше всех был коля почитаю две не одну давай выбирай ну побольше что тебе не подожди что тебе ближе николай васильевич гоголь избранные сочинения или цветная фотография томицкий и горбатов выберу тезку ребят новогодние праздники а значит новогодний розыгрыш кукурузы отверст итак напишите в комментариях за что вы любите кукурузу коль коль давай наверно не будем не будем проводить розыгрыш да как праздники все ждут ну там просто мало осталось что мало там 20 ящиков стоит я вижу ну так это мало мне маме на крабовый надо какой крабовый ну у меня мама мазик с кукурузкой мешает там знаешь сколько за зиму уходит это же ну не крабовый считают слушай давай не лезь в рецепты нашей семьи пусть сами себе покупают ребят новогодние праздники делайте правильные покупки верс всем надо ну и нам тоже надо мы выставляли примерно до 83 ты давай давай если что 20 умираю просто что хорошо хорошо там по стобальной шкале куда вешать вот сюда ручку на ручку на ручку я сделаю валик мы сейчас отвернемся пара сетом бандаж уже на коле и вова плюет в ладонь нормально я проверю до 20 больше не надо 20 нормально или меньше сделать чуть-чуть меньше но не надо проверять меньше не надо проверять и не надо проверять и я либо оставляю 20 либо делаю меньше и проверяю 20 хорошо я выставлю ну строгий отец николай осанку держит коля осаночка расслабь плечики плечики вниз запусти а можно попросить кого-то подать ну я не взял журнал нет нет но это же не считалось не думал получается но если вдруг кто-то в зале тебя поддержит не будет аккуратно если нет то нет могу я девочка пытается статью парень держит подожди подожди коль руку опусти руку вот так вот ниже и ты достанешь я назову цифру да не называть надо не но пока просто зажми пальцы вот так давайте следующий раунд а шо изменилось да подними коль можно снять можно снять сейчас можно ёбнешь нет нет раунд не начался я же не сказал раунд номер 2 поехали точно не сказал ты похож на очень запухшая сачи очень сильно ребята раунд по номером 2 под ваш аплодисменты сука я хочу уже будет я хочу чихнуть я клянусь я хочу ребята твоя прикрою наказание от магазина цитру я бы порадовался но не могу но я очень рад это велотренажер на нем нужно будет прокрутить педали пока вы не сожжете 40 килокалорий а как мы поймем спасибо большое андрей что подсказываешь а поймете вы это потому что у меня есть маленький ошейник браслет это ну нет это не ошейник это фитнес-браслет очень модная крутая штука такая есть у павла дурова сколько лет нас браслет укажет когда вы дойдете до заветной точки 40 килокалорий а также у нас фитнес-браслет из магазина цитрус вот этот фитнес-браслет именно этот фитнес-браслет мы потом и разыграем в комментариях что нужно будет сделать в комментариях вы пишите имя свое любимый вес свой возраст свой свой сексуальное предпочтение подписываете это все фразой мне нужен фитнес-браслет так мы и узнаем средний вес нашего зрителя я ставлю на 80 плюс самого толстого выбирать будем в комментариях и типа ему нужен фитнес-браслет а ты кстати так вы намного умнее когда вот так вот не двигаешь реально а мы будем выбирать я прошу прощения а вы гоголя что читали последний идиот что ли преступление наказание я знаю я знаю это же вы про достоевского этих шоу ролик шиша а я же говорю а почему я проверил а смотри но я честно я нажал один но я нажал он не работает между надо было проверить охуенная проверочка ну чтобы в следующий раз когда реально надо ударить чтобы я ну чтобы не было и ляпа у нас она так классно подлетела вверх я тебя просто вообще я такой все же нормально все же нормально ребята вопрос в раунде под номером 2 коль а знаешь ли ты роман война и мир конечно я знаю и романа и войну и мир нет потому что в школе были дела поважнее лизаться и сосаться сколько в романе эпопеи льва николаевича толстого чего правильно слов сколько слов войне и мире война и мира там в чем-то страниц двенадцатыми нет не даже не 12 а десятым шрифтом курьер нью или тайм нью роман десятый шрифт это примерно давайте вот одна страница вот один листочек десятым шрифтом а пятого давайте по он же ну в орде набирал его правильно боже а как он его распечатал не ну понятно набрал это даже не флешек ни центра смотрите там четыре тома и эпилог коль что такое пилог я знаю что там еще четыре тома и один джерри получается семьсот семьдесят семь тысяч или три с половиной миллиона или три с половиной миллиона на одной странице нас пиздец много слов прямо тысяч пять до на одной странице да не играть слов вот 300 все я пишу наверное я вообще не понимаешь вообще не понимаете а я ж не могу смотреть что я пишу этот прикольно можно ребята уж на армаляр я удалил я удалил ответ сейчас тихо-тихо-тихо а потрясти можно да скажи и ты потрясающе не применять набор текста до когда ты удалил что-то в заметках валип по трусию и потом не применять у тебя в соли и стрессе долго ты вернешься в прошлый валик будь осторожен будь осторожен валипись и долго а то на модобанк деньги скинешь на и 2 1 андрей считает 22 миллиона слов олег считает 1 и 3 миллиона слов вова считает 7 миллионов слов 1 и 2 а что писью нарисовать интересный сосед он так держал просто кори хоть и , 2 1 , 2 то есть меньше всего считает коля больше всего считает андреев внимание правильный ответ я заебался не попадать в центр в романе война и мир значит просчитали люди честно не я я не считал люди посчитали спасибо им большое оксана симферополь в этом романе вы просто вдумайтесь сто восемьдесят восемь тысяч восемьдесят восемь слов ближе всех был николай а дальше всех был андрей лузан поэтому коля напоследок тебе на на получает первый бал а я саду на велике оттуда меняйтесь пожалуйста местами мы сейчас вместо твоего места поставим велик хорошо ты садишь коллегу 2 андрюш 40 для андрея как вы думаете ребят а у нас все зал решает как вы думаете для андрея 40 килокалорий это нормально надо на повышаем вы же видели его в инстаграме уже видели как он тренируется вы видели его давно не тренировался и костюмы вот эти вот когда у тебя шорты а под ними лосины вы же видели вот это все андрей подожди не разминку можешь разминаться я поставлю на тяжелый уровень чтобы ну было мне неприятно чтобы быстрее сжигать да а фитнес-трекер из цитруса подсчитывать на любом режиме да андрюх тебе не помешает давай займись блин можешь сразу рубашку нельзя рубашку снимать там петличка господи какой офигенный фитнес-трекер я все тоже такое хотел а знаешь где его можно достать не понимаю пока попробуй в цитрусе поищи спасибо можешь зайти в интернете посмотреть именно его сколько он стоит посмотреть его характеристики на сайте цитруса и прям домой доставят не знаю мне в брифе не написали но гора посмотрю на сайте и все пойму 40 это много да нормально нормально 40 нормально я уже потратил я чувак не у тебя уровень тяжелый у тебя пульс 77 его легче вообще не переживай сделаем хорошо погнали поехали наказание третьего раунда определит удача колесо не везение андрей две калории мы едем в раунд по номерам 3 и наказание в третьем раунде сейчас определит колесо невезение а с цепочкой под садинок колесу и вы знаете велосипед это корейский леопольд кручу 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 педали кручу наказание тамада 3 это сиквел наказание тамада итак ребята один из участников подвязывает к своему поясу ну между ногу вот эту вот эту вот эту половину да теща и да вышли на конкурс выигрывать подарки и нужно ну мне 32 года представим что мне день рождения 32 нужно 32 раза сделать издать звук я думал борща набрать нет нет тут из еды 6 калорий андрей молодец и легко этот прикиньте глава вот он в голову надо работать или андрюх потный выпуск получается молодого алло молодой человек алло молодой человек алло я по браслету он еще и говорим алло молочек а скоро пицца будет пять минуточек забирать через 33 килокалории итак ребята раунд номер три наказание ясно вопрос в раунде под номером 3 звучит следующим образом у тебя папка есть андрюш мамка тоже хорош отдай сел на велик и приколы детские погнали вопрос попроще что-то вам мне кажется вам тяжеловато было с прошлого вопроса нормально 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 было андрей а у тебя велосипед украина или как не у него велосипед я люблю свою жену люблю свою работу ребят в киеве вы были до такси ездили а мы сейчас не про такси поговорим метро метро беднягих сколько станций в киевском метро это вот это паник таксистка уедет я на велосипеде езжу я не пользуюсь метро сейчас мы посмотрим кто зазвездился а кто а кто знает кто катается как олежа ты ты же не ты же не из киева а могу тебя олежа назвать да олежа ты же не из киева я из калуша ты из калуша там нет а давайте назовем а почему ты такой себе ник придумал чтобы долго не думать в калуши вообще только один подземный перехит есть если что катаетесь там ну типа там не метро там один подземный перехит там зазвичай колется типа у вас можно сказать такие слова нормально да что ты не колокся никого лесная черниговская дарница левобережная гидропарк арсенальная хрещатик а днепро да днепро так после хрещатика идет театральная с театральной мы едем на университет 10 да потом вокзальная 11 потом политехнический институт политех 12 шулявка 13 баристайска 14 я дальше плохо помню нифки нифки 15 святоши святоши 17 житомирская академгородок хапец бля я может около 18 что писать или нет можете писать а еще обещают все на троечину проложить да обещают только все и обещают а власть такая извините сидят штаны пропивать свои штаны они ж подняться подожди договорю подняться не могут со своих кабинетов то что деньгами забили штаны им подняться тяжело все доллары высыпаться конец все эти жетоны на метро высыпались сука как ты меня бесишь 29 андрюш 29 килокалорий блять я сегодня за минуточки 3 съел калорий 200 просто сколько надо ехать чтобы это все насчет три показа раз два бакса коля 53 по олег 50 вова 47 андрей 33 до свидания андрей как только слезешь с велика что делать будет еще один человек который 100 а тут два проигрывайте сразу скажу правильный ответ в киеве 52 станции николай цирец зырянов у коли получается два балла 2 у тебя было 50 но это чуть дальше чем у коли начаться вы вдвоем выполняете наказание это хорошая так ты продолжай ехать а хорошо и выполнял наказание если честно я хотел так как ловки если честно я хотел участвовать в этом конкурсе очень мне понравилось да смотри ты можешь в принципе слазить с велотренажера и участвовать в конкурсе ты там попотеешь еще когда счет три калории ладно три калории там три калории можно сбросить прям так ребят давайте в нашей стране без трех калорий вот эти ваши три калории не надо нам пожалуйста спасибо спасибо я сам охуелся более очень круто андрюша 39 39 давай давай еще и дуга 40 все все раз ну раз разъем 40 калорий я не отключаю трекер я посмотрю сколько ты сейчас потрать не валик это очень странный триатлон с велосипеда давайте я захотел подчеркнуть мне 32 года а ну что ж уважаемые дамы и господа давайте посмотрим как владимир и андрей наши друзья именинника издадут 32 гонга 1 5 7 8 9 усилились тихо 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 я не считаю почему считать молодцы какие заработали по ноль баллов и хернёй пострадали андрей 48 калорий 49 40 где я не знаю как просто 9 выглядит за мото 8 на 50 калориях мы остановимся андрей молодчинка худышка худышка фитоняшка страняшка снимай фитнес-браслет и именно его этот потный фитнес-браслет мы отправим победителю а правила ты уже знаешь в комментариях пишешь то что я уже говорил перемотай назад и посмотри что я говорил яку камеру давать всю малав 19 именно релиз той я пришел сюда вам прорекламовать и вы уже его месяц как то мы можем его бачили так как вы да мы долго монтируем да они долго монтуют но зайдите в youtube гляньте до кинца и допоможите продвинути украинскую музыку вверх тренд ссылка под видео ребят ссылка под видео класс класса в следующем раунду наказание в раунде по номерам что-то там 4 крыльцо крыльцо так смотрите ребят про зайчика про яйцо не надо будет чесать не надо будет чесать не надо будет будьте добры колыш колыш ты вот твой конкурс чесать яйцо не надо будет мы сделаем вам из одной руки крыльцо нужно будет одну руку опустить в этот прекрасный хмельницкий мед и потом сделать себе крыло и вот так вот провести весь всю жизнь вот так вот мы будем следить за вашими stories именно как петушанский да получается почему сразу такой просто стильный стиль на левая ручка может орел да орел смотри сюда какой орел ну такой петух новорожденный орел петух который убежал и вот уже отрубили чуть-чуть голову а он убежал ты про янукович да она же когда петухи на поезде едут они говорят петух тух тух какой же будет вопрос в этом раунде а вопрос будет смеется кал уже недоволен что такое сейчас будет наказание давай пообщаемся по поводу зашквар на хуйня а ты по моему ты сейчас эту эту тему недоволен и выводишься тоже кто-то недоволен а что случилось не а что ты по моему настроил почему ты сам настроился сейчас я братану почему это зашквар ну не знаю ну давай я что я проиграю я тебе расскажу да да зачем раньше времени настаивать я сделаю без проблем а скажи ты что я понял если я проиграю то ты будешь визволителем и ты проиграешь красава если я за квартиру не смогу заплатить ты заплатишь это ж так работает в львове беззавжды да можно узнать вопрос какой человечество изобрело спички зажигалку сколько времени прошло между этими двумя изобретениями но это сложный вопрос и на него ответит колья уважаемые сдатоки как вы думаете я за я думаю что так 24 года да именно и сначала изобрели спички наверно не ну а чё ты уверен в я клянусь я клянусь я больше чем уверен что сначала придумали зажигалку умничка умничка плюс 0 баллов это логично разда раньше придумали зажигалку чем спи легкая система не в этом дело просто сам механизм вот это битья камня об эту хрень он больше похож на зажигалку чем блять вот взять маленькую спичку макнуть все это больше похоже на зажигалку чем спичка вот действительно ближе вот битье камня к зажигалке чем к спичке абсолютно правильно да ты просто всех запутать и по ходу ходишь да да и они потом еще думали чем пиво открывать и поэтому изобрели зажигалку а то спички они на деле бесполезно абсолютно слушай на самом деле спички тоже дохера давно изобрели вот эти шумеры это ж твои родственники не так китайцы блять это твои родственники китайцы порох изобрели вот так палочку вот в ухо и в порох да в ухо и в порох а вот эту тему как придумали сначала спичку очиркала носились со спичками в кармане шо с ними делала прикольно но шо делать типа и можно песню за они такие проходят пух лежит они такие и дракончика не сделаешь когда из коробка да мы только только церкви из них и собираем из этих спичек мы их же сначала придумали чтобы церкви церкви и замки из них делали и колодец выкладывать детям а потом уже а еще головоломки придумали сначала это убери одну спичку чтобы мусор оказался вне совка но жидкость должна быть я вот смотрел фильмы всякие про там 18 век и они уже свечки спичками поджигали по моему а я смотрел про 17 там такого не было а я смотрел флинстоунов они там зажигалкой подкуриваю шо я подкуриваю ну я не знаю ты честно даже ну тяжело сказать очень тяжело в принципе ну рукавмед может там рукавмед так рукавмед так рукавмед там так либо очень близко а разгадай ребус звездочка и галочка не еще что же жда жгал жгал за же галка я понимаю не так она тогда сзади должна быть да нравится тебе да ёбчик колонки очень нравится мне очень нравится твой ребус и таки ссылка внизу скоро выходят ребусы от львов на джипе ребусы китайские сканворды ну и конечно же немного сканвордов лайв а ну и в конце обязательно будет голая тёлка ну на этом на давайте выпустим сканворд никто не выпускает газеты газета льва на джипе ребят раз два три ваши ответы лет пятьдесят лет вова 450 лет олег 150 лет можешь показать андрей 1200 лет я понял что я тупанул я дали не я думаю что же можешь выиграть и позвали слушай ну курочка моя тебе зачитывать правильный ответ курочка куропаточка я но что это за о такое в конце то 20 о зажигалка была придумана в 1823 году спички были придуманы в 1827 году четыре года разница между этими двумя изобретения как же я сегодня я это все было изобретение я его представлю он и мастер велогонок и и и побывал вблизи ввладе с воде в близости побывал с владимиром шумко он и наш петушок андрюша прошу ребят давайте поддержим андрея нужно вводить нужно вводить подарок за терпилу выпуска мне кажется знаете что меня бесит каждый раз мы придумаем эти наказание ду да не но этот же блять за боится их выполнять давай сделаем помягче бои петуху сами все выполняем но так зато сделали помягче так обожи от часы петушок то не знает который час он он по душе кукарекает с утра когда утра хоть и цитрус и мед отличный чай получаются отличный чай прекрасный чай сука так не хочется если мы если мы сниму мне нравится андрей на что похоже не нормально нормально а ты все завелся хочу увидеть это давай а все вот до сюда руку сделай пакет 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 мы и другой стороны другой стороны ай хорошо ppen я dónde андрей ты всегда был птицей высокого полета курочка моя я ненавижу когда-нибудь вы когда нибудь еще трогали банку меда даже закрытую после нее целый день вот это вот представьте как андрюша сейчас давайте пошумим для андрея но но зато мой друг может лучше всех кукарику зато ты зарабатываешь десятки этой сотни тысяч просмотров на ютюбе я как будто попрошайничал понял и голуби сжалились ты как будто очень сильно хотела яичницу и прям бы достался не ждал не ждал да сколько можно это нет это туториал как не надо заходить на хату а вот поправь прическу с другой стороны другой рукой ладно прикол а че ты так сразу на колю я не обижаюсь у меня три балла слышите что это это следующий раунд а это следующий раунд я крутану колесо раунд номер пять поехали что же что же будешь можно ты такой-то советку посетит у мед капает на пол там нет не надо ну пахнет как кофе все хорошо итак ребята кама с утра что в комаса три есть разные позы этом боком раком и прискоком. Да. Не зря Андрей уже приготовился. Блядь. Ты допустил ошибку медового новичка. Ты потрогал рукой другой. Теперь, блядь, тут липко на пальце. В этом и прикол. А можешь всем помахать, говорит, с медовым спасом? Мы потом праздник подпишем. Ребята, вопрос в раунде под номером 5. Вы знаете, чем славится Украина? Очень много чем. Перечислите, буквально 5. Вареники, борщ, красивые девочки. Красивые девушки. Поле. Ричка. Самая плодородная земля. Чернозем. Вы перечислили. Вареники, борщ, красивые девочки, поле и ричка. Ну это то, что возле дома. В радиусе то, что увидели. И чернозем еще, не забудь. И чернозем, которые немцы вывозили составами еще во второй мировой. Конечно. Конечно, конечно. Двойное соглашение. Конечно. Было было. Чисто с Гордоном пообщался. Конечно. Ух ты. Итак, еще Украина славится тем, что у нас находится самый длинный проспект во всей Европе. Еще у нас мед классный. Мед прекрасный. И курочки. Только теперь лысые. В Украине находится самый длинный проспект во всей Европе. Не знаю. Что за проспект? Это, наверное, в Запорожье? Нет. В Кривом Регу. В Кривом Роге. Роге, правильно. Рогу. В Кривом Роге. Роге, не не уступил. Сука. Окей, Гугл, самый длинный проспект в Украине. Согласны. Тихо, тихо, тихо. АБА, БАБА, 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 КАК. Как выключить? КАК выключить? Заткнись. Окей, Гугл. Заткнись. Все, все. Знаете, такая задротка с нами сидела в тусовке. Что Гугл говорит другое? А то она тут а я вообще не знаю но самый длинный проспект. Сука, Сирия, ебучая. Выскакивает. Слушай, ну, кто я такой, чтобы Гуглу не доверять? Самый длинный, считается, проспект в Харькове. Валик, а извиняюсь, а почему ты информацию в Гугле ищешь на андроиде? В другом? А, это Вове? Доверяем моему Гуглу. В Запорожье находится самый длинный проспект. А не в Харькове? А если я напишу в Харькове вот этот вот? Напиши протяженность в Харькове, все остальные в Запорожье. Какая протяженность? Посчитаю потом. Хорошо. Как это, блядь, работает? Что за соревнование? Вы бежите 100 метров, а ты 60 метров? А я не понимаю, как это может быть? Почему? Вопроса же не было в каком городе. Правильно? Загугли просто. Я ездил по этому проспекту. Я тоже. Но я ничего не знаю о нем. А я в Запорожье. Вы были в Запорожье? Много раз. Ты был в Запорожье? Ты, Валик, был в Запорожье? Да, да, да. Что вам запомнилось в Запорожье? Бабурка. До хера дыму. Прямо, заводы. Дыма, пиздец. Мне запомнилось, что город такой большой и такой разваленный. Отель-турист. А я разъебался шлюзованием. Знаете, шлюзы? Это когда шлюхи выходят. Да. А, ну хорты тебя, конечно, ну естественно. И хорты, вот это мы плавали через дамбу. Вы их кто? Утки, блядь? Да. Вон. Друга держал за руку. Я его держал, он утонул. Я его, неееет, и он упал в воду. Через дамбу. Дональд, дааа. Через дамбу. Там километров пятьдесят. Но… Проспект? Вот этот проспект? Думаю, да. Я не хочу слышать ничего. Я хочу просто вас опять выиграть и пылесосить дома квартиру на лесном. Слушайте, ну если сейчас Коля выигрывает, то шансов нету ни у кого догнать его, кроме Вовы. Он не выиграл. И тогда этот пылесос будет пылесосать у обоих. Прямо. Ну честно, я когда искал эту информацию, я был удивлен, насколько он недлинный. О, так девчонки часто мне говорят. Была удивлена, насколько он недлинный. Я искала информацию. Я искала. Я искала его в целом. А ты можешь рассказать, он в Украине, типа, найдешь еще? Он самый длинный в Европе. В Европе, прям. Он и в Украине. Мне кажется, в Украине просто есть прикол. В каждом городе есть что-то самое в Европе. Что-то длинное в Европе. В Европе он самый длинный, но в Украине есть длиннее. Охуенно. Мы именно уделали. Украине любят тут это. У нас самое короткое метро, у нас самая длинная набережная. У нас флаг такой неплохой. Самый большой флаг у нас. Не, у нас не самый большой флаг. Ну ладно. Просто напишите и все. Я помню то, что мне первое пришло. Мне хочется узнать, кто будет выполнять наказание Камасутра, которое я, по-моему, не объяснил, что происходит. Да? Да. В наказании Камасутра человек весь следующий раунд проводит кверх ногами. Ну, то есть на стульчике на своем, только вверх ногами. Я надеюсь, что это будет Андрей. Три, два, один. Ваши ответы. Коля, 28 километров. Вова, 17 километров. Олег, 21 километр. Андрей, 20 километров. Внимание, правильный. Либо Вова, либо Коля. Да. Длина составляет 10,8 километра. Один балл зарабатывает Владимир Шумко. И это означает, что у кого было 27? Я. У Николая, Коленька. Ты выполняешь наказание Камасутра. Да. Весь следующий раунд ты проводишь вверх ногами на своем стульчике прекрасном. Отлично. А можно стульчик, ну вот этот, чтобы он был посерьезнее? Держал. Пожалуйста, поменяйтесь стульчиками, как вам удобнее. Ой, а можно мне мед не такой липкий? И так, ребята, смотрите, у нас сохраняется интрига. Это означает, что каждый из вас может сравняться с Колей, а Вова может обогнать Колю. Кстати, мы же это прошлый, вы же не видели, а выйдет выпуск, где Валик выиграл этот пылесос. Да. Мы его запустили. И шо? Пылесосит великолепно. Я выиграл пылесос, и он у нас в офисе теперь. Вот такая скотина. Я не то, что типа отдал нашим гостям, а я такой, хорошо. Понял, Нео заходит к Морфеусу, а Морфеус ебанулся. Он тебе говорит, ща, подожди. О! А что? Удобно? Да. А я вот так вот. И мы теперь. Коленька, так хорошо, что есть друзья. Коля, поможем ему. Так, курочка, блять, давай. Ой, это ж если щас спи сено вся кровь в голову, это ж я умру. Там так много кто. Да, умрешь от микро инсульта. Нормально. Так, ребята, настало время для финального раунда. Раунды по номерам шеееей. В этом раунде можно выиграть всего лишь три балла. Ребят, от имени всех летучих мышей хочу извиниться за все неудобства с маской. Итак, ребята, у нас финальное наказание называется «Добрый вечер». В этом наказании человечек вечером приходит с работы, уставший домой, и хочет попить кофейку, расслабиться после работы. И, конечно же, мы предоставим этот кофе. Ну, вот ты вечером с работы пришел уставший и перепутал сахар с солькой. И вот нужно выпить кофе с солькой. Все? Да. Всего лишь. Всего лишь. Всего лишь кофе с солькой. Фу, ебать хуё. Все, все, соль. Пресик, пресик качай. Хочешь ускоримся? Хочешь ускоримся? Нет. Нет. Хорошо. Был недавно в Барселоне со своим другом. Да. О, это, конечно, было интересно. Итак, ребята, у вас будет ровно две минуты на то, чтобы перечислить мне что-то народное. Поехали. Что? Ты серьезно? Не, я просто секундомер искал. Вы за две минуты перечислите мне, пожалуйста. Народные инструменты. Как можно больше народных пословиц и поговорок. Время. Подожди. А если я знаю много на русском, но мне стыдно за это. Можно, 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 можно. Может, на украинском. А я можно напишу опорные слова, а потом объясню тебе, ну, чтобы долго не писать целую. Ну, можно. Можно. Опорные слова. Пиздать. Тебе опоры не хватает, Коля. Сука, шея болит. Стоп, время! О, все? Да, две минуты, три секунды. Коля дописывает, получит пизды. Все, не дописывает. Итак, ребята, давайте поаплодируем нашим участникам. Давайте с Волгой начнем. Раунд шесть. Да. Спасибо большое. Вилкой... А это не считает? Ты парши, что мне написал? А, нет! Волка ноги кормят. Извините. Братак, у меня про волка столько, я вообще... Слушай, ну, Вова и про глаз не мог написать ничего. Итак, волка ноги кормят. Есть. Работа не волк. Ты по волкам пошел. Любить кататься. Любишь кататься, люби саночки возить. Люби и сакашвили. Это я написал саночки возить. Люби и саночки. Любишь кататься, люби и саночки. Любить сакашвили. Любить кататься. Любить сакашвили. Любить страну. Любишь кататься в Грузию, люби и сакашвили. Разомлить. Больше пресс были тогда. Раз отметь. Один раз отмерь. Семь раз отмерь. Семь раз отмерь, хорошо. Один, отрежь. Да, нахуя я писал? Без труда и рыбку из пруда. Молодец. Баба с возу. Кобыле легче. В мужском глазу... В чужом глазу. В чужом глазу видишь. В чужом глазу видишь. Итак, Вова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь пословиц. Маловато. Итак, Коля быстро пошел по денюжке. Сто рублей. Подожди, а что сто сто рублей? А скажи ее. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Умничка. Ну, гривен хотя бы написал. Ладно, в тарянскому... В таряшему... Троянскому коню? Да, дареному, наверное. В тарятому... Бля, сейчас я вспомню. Ты не помнишь, что ты написал? Нет. Опусти голову вниз, сейчас мысли придут. Что? Я ебу. Можно потом вернемся к нему? Коль. А, все, я вспомнил. В горячую избу. В горячую избу. А что в горячую избу? А что в горячую избу? Что в горячую избу? Это не поговорка, не пословица. А скажи, как она звучит? Баб, должна... СМЕХ У коня нас какую остановить и в горячую избу сойточить. Это не поговорки, не пословица. Есть женщины в русских селениях Ну, в горячую избу войдет. Нормально. Это не поговорка, не пословица. Почему? Потому что... А что это, блядь? А что это за поговорка? Я больше вови верю в этом вопросе. Нет, ребят, серьезно. Кто, как вы считаете? А что это за поговорка? В горячую избу баба войдет, коняна... Что это за поговорка? Женщина должна не горячая. Это присказка. Это да, да. Ой, какие вы тонкие натуры, блядь. Не, ну давайте честно, блядь. Такой я пидорелла. Не, я считаю, надо у зала спросить. Ребят, это стихотворение. Да. В беде не срабеет, спасет. Коняна скаку остановит, в горячую избу войдет. О, получается... Пошли нахуй эти русские стихи, согласен. Да. И горячие избы. Да. Дареному коню. Умничка. Есть. Коп, живи... Век живи, кот учись. Что это? Вот это вот. Коп... Взрыв. А, тебе же вот так надо. Не, не, блядь, сука. Кто нас? Кто обзывается, тот сам и называется. Да, это ниже, а... Секунду. А, это ниже. Друг познается в беде? Да. Нет. 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 Копейка гривну берешь? Спасибо. Спасибо. Серьезно? Копейка гривну. Ну, хоть гривну написал, не рубль, но тут плюс надо поставить. Окей. Кто как называется, пошел нахуй. А почему? Нет. Это ответы на обзывалки, я только загуглил. Так это, блядь... Непоговорка не посвоится. Непоговорка не посвоится. Да пошли нахуй, хорошо. Поль, ну это детская обзывалка. Товарищ на Леха. Товарищ на Леха. Товарищ на Леха. Товарищ Леха. Шофер не виноват, мы ехали в Пиписку. Товарищ на Леву. Нет, товарищ на меня переводишь на себя. Это нихуя... Это что же? Детские присказки, блядь. Баба с возу. Есть. Молодец. Баба бабе быть. Что баба бабе быть? Баба должен быть. А это я бы засчитал. А? Баба... Нет, смотри. Баба должна быть. Это их желание, их желание. Чисто себе. Баба должна быть. В жизни. Что должна быть в жизни? Что это такое? Раба... Это баба должна быть проституткой. Хозяйкой на кухне и проституткой. Ребят, я не могу это не засчитать. Это... Да как это, блядь? Что это, поговорка? Баба бабе быть. Это идеально. Баба бабе быть. У ящика ждут. У ящика? Но они дождутся. Семир одного не ждут. Семир одного? Есть, согласен. Семир одного не ждут. Хорошо. Семир одного не ждут. Семир одного не ждут. дождь, и Янек шел и нашел 25 копеек. Я просто написал понятие в жизни, баба должна быть и денег выдают Бабы… Бабы должны быть, денег да нет! Слушай! Ну как минимум… Это очень весело... Раз, два, три, четыре... Пять, шесть... Шееееееееееееееееееееть эксперимент… Итак, приходим к пословицам Олега – «работаны Вовк» Есть такое. Немай сто друзів. Ааа, немай сто друзів, май сто рублей. Но тоже пословица. Ну вы поняли. Тоже пословица. Без труда не вытащишь и рыбку. Хорошо. Хороший почерк. Видно, что репер. Репер. Баба з возу. Коням. Коням легче. Звучит коням легче, да? Коням. Коням легче. Прикольно. Деб небо. Деб небо. Не забуду дім. Я считаю, что это тоже пословица. Знаешь таки? Конечно, это твой реп. Да. Да? Бля, ну Колі засчитывали вообще типа левую хуйню. Так что я думаю… Не-не-не-не, там все честно. Коля со своим… Подожди, ты считаешь, что баба не должна быть проституткой в постели. Деб небо. Смотри, ты меня поставил в затруднительное положение. Типа, если я такой не принимаю, то я такой… То ты такой, ну… Бля, некрасиво поступаешь. Ты не считаешь мою реп поговоркой. Давай загуглю. Давай гуглить, да. Все вопросы к гуглу. Давай. Давай. Не був… Так же Алена Альона. Звучит, звучит как охуенная татуировка, если честно. Дааа… Захуярить тебе? Да уже. Рингтон. Это рингтон. Это рингтон. Сожалею, это не пословица. Берем украинский фольклор. Это все, что угодно. Это рингтон, это аккорды, это текст, это видео. Бля, ну хочешь лайк поставь? О, поставь лайк. Лайк. Отже, в тебе, раз, два, три, четыре, четыре поговорки. Да? Поговорки. Преслевья. Преслевья. О, сколько тут про собаку, ребята. Собаки и волки. Давайте начнем. Без труда не вытащишь и рыбку. Да. Работа не волк. Сколько волка не корми, все по волку пошли. Человек человеку волк. Собака лает, караван идет. Идет хавать. Человек человеку волк. Ну я же не просил бы это все про волка, Андрей. Брата, там понеслось, затронул тему, а уф, все понеслось. Если бы до кабы во рту выросли волки. Баба с возу волку легче. Цыплят по осени считают. Волки. Волки. Это рука тебе навеяла? Цыплят. С милым и рай и в шалаше. А вот это я не уверен еще, кстати, в пословице. С милым рай и в шалаше. Правильно звучит смилфы. С милфой в рай и в шалаше. С милым рай и в шалаше это пословица? Не факт, не факт. Итак, ребята. С милфой в рай и в шалаше. Это давайте сейчас узнаем точно. Это вообще песня. Если ты за рулем и ты мил фа, давай сделай два раза фа-фа. Это рэп. Извини. Ужасно. Да? Ну это мой рэп. Это душа моя. Тебе пасой. Дякую. Ребят, это пословица. Прикол. Итого у Андрея. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять. Бах, сука. Получается с разгромным счетом, написав на одну пословицу больше, чем у Владимира Шумко, А пиздец. Сегодня побеждает. Пипец Reich이라 Апилисосо. Андрей Лузаааааааааааааааааан.. Так, ребята… Они побеждают. У нас по три. По три, да? Побеждают в этом раунде. В этом раунде. Но у нас, есть два человечка, у которых по три бала. Это... Николай Зырянов. В radius «Лазын» И Андрей Лузан. У нас есть человек, который написал меньше всех пословица. Короче, я не петляю, но я не пью кау зараз. Есть чай, солёный чай. Будешь солёный чай? Вы можете мне замутать солёный чай, но не особо солёный, потому что мне сейчас надо какую-то диету сохранить. У тебя диета. Ты классный рэпер, Леша. Ты каже за, на жаль. Сейчас, сейчас, сейчас. Может, воды? Может, дадим Олегу воды? Может, дадим, а если ему нельзя выполнять никакие наказания? Смотри, может быть, поздороваешься с Андреем просто. Нет, я с такими не здороваюсь. А можно подольше решать этот вопрос? Коля, а ты всё, раунд окончен. Да? Пересаживайся. Давайте, Коля, пошуми. Коля, молодец. А какая у тебя диета? Что ты ешь? Что тебе можно? Мандарины можно? Да я, типа, не дуже хочу про це базарити. Мандарины можно, да. Мандарины можно? Да. Солёный мандарин. Хочешь покушать? Нет. Ну, вам требовалось, чтобы была соль. Ты любишь соли, да? Да. По тебе так и не скажешь. Я просто на солевой диете. Ну, возьмите просто воды, ряданите мне чуть-чуть соли, и я и выпью. Так, это убираем. А если я выпью, выиграю пелесос? А вот тут я уже задумался. Я выпью, клянусь. Ты пьёшь, и тебе дарят билеты на концерт. Не хочу. На концерт женского квартала. Не хочу. Не хочу. Если я пью. За пылесос люди могут тут в зале убить за пылесос. Так и я могу. Давайте, давайте. Смотрите, как мы сделаем. Вода с солью. Пожалуйста. Приятного аппетита. Нормально? Так это Поляна Квасова. Он просто выпил. Получается так. Боржоми. Просто боржоми ёбнули и всё. Давайте аплодируем Олегу. Такое тяжёлое наказание человек выполнил. А можно бэкстейдж снимать? А, у меня аллергия на мёд. Мне нельзя было мёд. Снимите бэкстейдж. Он скажет. Ну я каву не пью, а водичку с солью я выпью. По итогам. У нас есть два победителя. И как ни странно, это самые опытные игроки в клубе дилетантов. О, так и хер. Андрей Лузан и Николай Зырянов. Давайте им пошумим. Ребята, этот пылесос. Как будем делить? Бля, я клянусь тебе. Я только купил недели две назад пылесос. Вот после прошлых съёмок я посмотрел, как он в офисе пылесос. А где ты его купил? Где ты купил его? В Ситрусе. Чувак, у меня кошка охереет. У меня есть, реально. Мама, а ты говорила, я на ютубе фигнёй занимаюсь. Пожалуйста. Ребята, я хочу спросить. Это честно, когда ребята приглашают к себе на шоу и выигрывают призы у себя? Это чё, блядь? Спасибо. Это был клуб дилетантов. Это чё за херня, блядь? Эфир не заканчивается. Я приглашаю. Они разбираются. Давайте. Хорошо. Я приглашаю на день рождения к себе людей и ем сам, блядь. Никто не кушайте. Пошли нахуй все. Вова. Вова. Справедливости ради Коля придёт тебе пылесосить. Я тебе дам на раз. Ой, я хотел отдать до этой шутки, кстати. Давайте так, давайте так. Один раз Вова к нам просто зашёл в офис и мы ему просто так подарили кофеварку. Просто так. Кстати, я её не просил. Так, может быть, надо сделать вывод и не просить ничего? А вы ж как считаете? Это справедливо? Да. Когда ребята выигрывают у себя призы, да? Конечно. А что они скажут? Ваши, блядь, подписчики. Ребята, это был клуб дилетантов. Напиши в комментариях, мы справедливые или нет. А если нет, то ну что уж быть, ты смотришь несправедливый контент. Всем пока. Это был ДЗК. ДЗК, блядь, да. Это был ДЗК. Хотя похуй, всё равно подарки наши. Подождите. Ну ладно, уже поздно. Стойте, кто-то остановил шум и Коля хочет что-то сказать. Не-не-не, уже не хочу. Что ты хотел сказать? Не-не-не-не. Шумко. Это шумко. Камеры работают, можно сказать. Нет, я просто в защиту, почему мне его надо забрать, ну, сказать или аргумент типа. Да конечно. Да конечно. Вове же очень хочется услышать аргумент защиты. Объясни, Кож. Потому что у меня в квартире убирает моя женщина, а сейчас феминизм процветает. Поэтому это должно делать. А я же что, блядь, живу с дедом, блядь, да? У меня тоже жена дома меня ждёт. А ты вот порадуй её и купи пылесос. Зайди в цитрус посылочки, там скидка, дурачок. У неё сегодня день рождения. Она ждёт меня, говорю, нет, к львам на джипе поеду. Сняться надо. Ладно, если меня захейтят, я отдам. Бесплатно. Но я висел вверх ногами, я тоже заслужил. Блядь, нахуй, что? 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 Хотите, да? Мёд мне, всё. Покер, что? Велосипед и мёд. Ребята из цитруса, вы же смотрите этот выпуск. Да, ребят. Да, ребят. Сиди, молчи, блядь. Сиди, молчи в своей убранной квартире. Вы же смотрите этот выпуск. Ну сделайте так, чтобы было всё красиво. Что вы заставляете. Нет, 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 нет. Звонок из цитруса. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok